А может, не простую, хотим вам рассказать, Её мы помним с детства, а может, и не детства, А может, и не помним, но будем вспоминать. А что сейчас будет? Сказка? Сказка. Страшная? Нет, грустная. Но у неё будет счастливый конец? Безусловно, все сказки имеют счастливый конец, Но у нашей сказки было очень счастливое начало. Много-много лет назад, когда деревья были большими, Тропинки в школьном дворе широкими, Началась эта счастливая сказка под названием «Детство». Я эту сказку знаю, я сама живу в этой сказке. Но сегодня для нас эта сказка заканчивается, И мы уходим в большой взрослый мир. Тогда прощайте. Счастливого вам пути! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот и всё, ребята. Школа закончилась. Представляете, уроков больше никогда не будет. Странное всё-таки слово «никогда». Всё будет. Институт, семья, дети, работа. А школы уже не будет. И детства уже не будет. Да, нам есть о чём вспомнить. И как мы пели. Как мы участвовали и танцевали в КВНе. А ещё мы можем вспомнить, как мы учились. Или не учились. Неужели это всё закончено сегодня и больше никогда не повторится? Одиннадцать лет длилась наша школьная сказка. Не были и добрые волшебники-учителя, Владившие ручиком под страны-зинамин. И волшебные слова, которые открывали эти заветные двери. И чудесные палочки-указки, и живая вода из родника-зинамин. Но школьная сказка закончена. Осталось перевернуть в последнюю страницу. Ребята, мне бы хочется сказать доброе слово тем, кто вёл на своей волшебной стране знамин. И тем, кто помогал преодолевать им свои недостатки. Тем, кто искал в год, помогал им расти. И этот концерт мы посвящаем вам. Нашим любимым учителям! КОНЕЦ Три девицы под окном говорили о своём. Кабы я была царицей, говорит одна девица. Для гимназии родной сотворила пир горой. Учителей я мёдом выпоила, и при этом говорила. Вы заботились о нас каждый день и каждый час. А теперь беруйте волю и танцуйте. И пускайтесь в класс. Кабы я была царицей, говорит её сестрица. Для гимназии Баннара наткала полотна. Постаралась и одела, уж с ней родных костюм от Кардена. Видим английский шёл китайский, будут краше розы моих. Как бы я была царицей, третья могла девица. Многих слов не говоря, я б пошла учителя. А как срок придёт тот час, я б пошла в питер-класс. И сказала бы вам... Знай, стила! Только вы, мол, ведь успела, дверь тихонько заскрипела, И на сцену входит царь, той гимназии государь. Посмотрела на девиц и начал молвить из уст твоих. Я в гимназии сдам указ. Сей же день и сей же час. Славить всех учителей. Гимназий доблестный моей. Знаю, что сердце у всех застучало. Тут, как говорится, и сказки начало. В общем, как бывало в старе, в школе есть свой государь. Кузнецов Свет Валентин Николаевич. Слово младенец, учитель. Царь наш большой мыслитель. Мудрое слово всегда при нём. Так как ума у него огромный объём. Он, как фильм, бурлит от разных идей. И любит всех царствых детей. И мы предоставляем слово нашему директору. Вкуснецову Валентину Николаевичу. Добрый день, дорогие молодые. Добрый день, уважаемые гимназисты, выпускники. Уважаемые породители, бабушки, дедушки. Уважаемая глава. Последний звонок через сердца проходит всех. Да, это праздник всей России. И всегда волнующий момент для всей России. Сегодняшний день. Я особенно волнуюсь. И позвольте мне сегодня, ну, первый раз за срок моего пребывания директора, прочитать слова по бумажке. Ещё вчера вы были учениками гимназии. Сидели за партюрами, постигали одинаков. Влюблялись, дружили, ссорились и мирились. Вчера ещё рядом с вами были учителя. Недримо поддерживаю вас своим плечом. Родители, которые делали для вас всё возможное и невозможное. Дорогие друзья, мы жили одной семьёй. Одной большой семьёй. И как в любой семье, у нас приятно отметить то, что у нас было больше хорошего. Были ссоры, было дружно. Мы делили радость пополам. Делили наши беды. Всегда, очень важно отметить, в любое время мы готовы были прийти на помощь друг к другу. Я горжусь своим коллективом. Я горжусь вами. Мы вас любим. Поверьте, действительно. Мы вас любим и ждём всегда. Двери до вашей гимназии всегда открыты. У вас учителя лучшие, уважаемые друзья. Лучшие, ещё раз лучшие. Это подтверждает тот факт, я сделал отступление. Мы совершили и вернувшую гимназию, совершили две поездки на чемпионат мира в Минск по хоккейу. Это было просто, просто перечень. А сегодня вы выпускники. И это значит, сегодня для вас позвинить последний звонок прощания с детства. Та школьная, беззаботная жизнь у вас заканчивается. Впереди у вас итоговая аттестация. Коллектив гимназии не сомневается, гимназисты. Вы в очередной раз подтвердите тот высокий уровень, который коллектив гимназии поддерживает на протяжении более десятка лет. Среди вас есть учёные, есть писатели, есть поэты, есть танцоры, спортсмены, музыканты. И мы вами всегда гордимся. Так и должно быть. И гимназисты выпускают всегда очень достойную смену. И поверьте, действительно, мы очень волновались сегодня. Очень волнуемся. Ни пуха, ни пуха. Мы вас очень любим. Ещё раз подчеркиваем. Вас очень любим. Коллективу гимназии родственному университету. Коллегам большое спасибо за терпение. Труд, ни пуха, ни пирал. Чёрт! КОНЕЦ КОНЕЦ